Сегодня утром был один из немногих случаев, когда я пожалел, что не взял с собой камеру на пробежку, потому что обычно я ее не беру, потому что от нее вообще вот нулевая польза. И сейчас я решил грузить видео с телефона, так как у меня появился 4G интернет, и я могу буквально за минуту выгружать выпуск, и мне не надо бегать в Starbucks. И я начал бегать именно в парку, сам парк находится на достаточно отдаленном расстоянии, примерно в 3 километра, и еще по парку я там бегаю километра 4 туда, и потом тоже расстояние обратно. И я вот увидел, что много бегунов, много велосипедистов едут именно в ту сторону, хотя я привык бегать, например, в ту. И я решил пойти за ними, и там вот настолько офигенный мост я увидел. Там мост высотой с 5-этажный дом, с которого прям очень крутой вид на парк, на лес, на речку. И я вот пожалел в тот момент, что не взял камеру. Я, конечно, сфоткал на телефон, но все равно они не будут такого качества, как я бы сфоткал это на камеру, снял бы, потому что на камере намного лучше выходит. И я, вообще, я даже в Инстаграм уже как полгода не выкладываю фотки, снятые на телефон. Я выкладываю только то, что я снял на камеру, стараюсь делать качественно. Кстати, у меня подупала немного статистика. Там всю прошлую неделю вместо 150 человек, как было в предыдущей неделе, подписывалось примерно 50, 60, 70 человек в день. И я уже начал думать, какие-то планы, чтобы это делать. И вы мне такие говорите, ну давай мне длинный влог подавай, там от 5 до 10 минут. И вот уже последние 3 дня статистика восстановилась, снова по 150 человек в день подписывается. И я понял, я, наверное, буду стараться снимать более длинные влоги, смотря как будет получаться. И на самом деле именно это действие, этот шаг, более длинный влог смог помочь мне добрать аудитории еще больше. То есть 10 тысяч уже совсем близко. Столько вот насыщенного вкусного манго я еще не видел. Видите, я его даже порезать нормально не смог, потому что оно просто рассыпается в руках. В нем куча сока. Я думаю, если эти два манго просто сжечь, то будет, наверное, даже больше стакана мангового фреша. Потому что, ну я прям, они очень сильно распадаются, очень много сока. Я только что буквально весь стол залил манговым соком. Написал мне утром Юлик, жалуется, что ситуация очень плачевная. Канал у него, смотрите, 908 просмотров, это минуты просмотров. 553 просмотра, это за последние месяцы. 15 подписчиков. Плачется мне, говорит, просмотры вообще упали. То есть было там по 100, сейчас последние 36, и он выпустил новейший влог. Давайте так, это не реклама. Просто Юлик в комментариях напишет, я Юлик, я этот комментарий закреплю. И перейдите, помогите, если хотите. Юлик, он старается в выпуске снимать, а на него не подписывается. Мне вот удалось хайпануть на видео с Видеопипла, а Юлику нет. Поэтому давайте, выручайте. А у клипа уже, кстати, почти 1000 просмотров, поэтому к концу сегодняшнего дня уже, наверное, 1200 будет. Потому что каждую минуту, вот ровно каждую минуту, один человек заходит и смотрит это видео. На этом фрагменте видео я показывал статистику за последние 48 часов. Это было где-то 2 месяца назад. И хочу вам показать, насколько все поменялось. То есть реально очень сильно изменилась статистика. Если тогда я говорил, что в лучшее время там смотрит, я показывал лучшую статистику, смотрит 1 человек в 1 минуту, то и показывал, что за последние сутки 960 просмотров, то вот, сегодня даже не самый лучший день, который я могу показать вам. Но все-таки это правда. Это просмотры за последние 48 часов, 22 тысячи просмотров. И как я тогда говорил, сказал про лучшие часы, то сейчас в лучшие часы меня смотрит по 20, по 30 человек в минуту. То есть да, насколько я вырос за 2 месяца, прям канал растет сильно. И все благодаря Марьяне Ро, потому что то видео сильно завирусилось. Я сейчас в процессе придумывания нового хайпового какого-то видосика.